Я прочитал всю Донцову, вообще всю. Я перечитал все Маяковского, я просто плачу, у меня мурашит, это такую эмоцию вызывает, не все хотят читать Достоевского и грустить. Я еще Пелевина с Палаником путаю, там все конченые. Книга должна прийти вовремя, то есть обычно то, что бестселлер, то есть говна кусок. Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это YouTube-шоу «Книжный чел», YouTube-шоу о литературе и любимых книгах интересных людей. Сегодня у меня в гостях создатель Versus Battle и организатор Ленинградского рэп-клуба Александр Тимарцев, а.к.а. Ресторатор. Саша, привет. Да, всем привет. Привет, интересные люди, и Саша Ресторатор были в этой передаче. Ну, не прибедняйся, я знаю, что ты книжный чел на самом деле. Не особо. Все остальные просто не книжные челы, и когда ты в год читаешь какую-нибудь одну книгу, бывает такой год неурожайный, а в это время кто-то за всю жизнь прочитал одну, дай бог, то ты на фоне его интеллектуал, но понимаешь, насколько ты вообще далек от всего этого. Ну, я так понимаю, обычно ты читаешь больше одной книги в год. А по-разному. По-разному. Ну, как книга пойдет? То есть, бывает, накнешься на книгу, и пока ее не дочитаешь, ты не переходишь к следующей. Вот у меня такое правило. Ну, потому что надо до конца довести. А если книга плохая? Одну книгу я всего бросил, не дочитал. Какую? Это худшая книга в мире. Не худшая, наверное, но, по моей, с моей точки зрения, худшая. Это вторая часть Шантарама. Такого откровенного говнища я просто не читал никогда. А первая тебе, что ли, понравилась? Первый кайф, да, мне зашло. Ну, легенько прошло интересный экшен, такой боевичок, тебя боевики не люблю. И ты начинаешь читать второй, такой, ну, давай, как его там фамилия? Грегори Робертс. Наверное. Я говорю, давай, Гриша, удивляй второй книгой. И то ли ожидание уже первой книгой, но видно, что книга написана через жопу, и каждый раз, когда говорит какой-нибудь бомж в этой книге, он всегда говорит, что вот, и мудрец сказал, что, и дальше слова автора, абсолютно тупой бред, имбецилы. Я думаю, какой мудрец, это бред, это идиотизм. И вот эту книгу я осилил, по-моему, 120 страниц, и такой, нет, я не могу больше, это отвратительно. Все остальное, вот все предыдущие книги я дочитывал, но это невозможно. Это ужасная книга. Ну, я должен сказать, что мне и первая не понравилась часть Шантарама. Ну, ладно, а зачем себя насиловать, если тебе книга не нравится? Зачем даже 120 страниц читать? Ну, не нравится? Мне жалко потраченного времени, что я вот ее до этого момента дочитал. Ну, то есть... Ну, не прикольно не доделывать дела, в принципе. Окей, ну, ладно. Но обычно ты читаешь все-таки более, ну, интенсивно, чем по одной книге в год. Слушай, по-разному бывает. Когда есть чем заняться, я понял, что я сам стал каким-то... У меня образ жизни стал ТикТока, то есть мне уже тяжело взять большую книгу, сесть за нее и прочитать там сразу полкниги за вечер. Мне хочется открыть какой-нибудь развлекательный сайт и коротких историй, маленьких, вот много почитать. Вот такой вот мусор, быстрый очень. Как ТикТок смотришь, ужасно это все. Ты сидишь в ТикТоке? Нет. Поэтому не сижу, но в плане там интернета какой-нибудь открываешь, там 9 Гак или Пикабуи, там вот эти короткие истории, какие-то смешнявочки. Это мозг, он заставляет тебя мозг, он всегда хочет удовольствия, он избегает тяжелой работы, и большая книга, мозг сразу начинает тебя там подсознательно, типа, да забей, чувак, не надо, не надо, давай поугараем, покекаем. То есть ты читал больше, когда было... Когда не было мобильного интернета, было вообще отлично. Больше всего я прочитал в армии. Мне на вторые полгода, ну, когда нас перестали пиздить, чувак привез телефон, Nokia такая, с круглой жопкой, не помню, как модель называется, пишите в комментариях. Вот, такая круглая жопка у него была, он мне привез, и я через вап-интернет качал книжки на этот маленький экранчик, и вот прям делать было абсолютно нечего, я там все читал, 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 уже глаза прям сохли, болели ужасно, то есть ты в день читаешь по 9-10 часов книги просто на этом телефончике, там вот такой вот экранчик, наверное, был, вот, и вот за армию, наверное, под сотню книг херакнул, то есть там ты можешь в день книгу прочитать, можешь две иногда, если они не очень большие, то есть ну просто нечего было делать больше. Что особенно впечатлило из прочитанного в армии? Я за армию всего Паланика перечитал, и я такой, о, прикольно, то есть я там его начал читать, там закончил, то есть если я беру код автора, он мне интересен, я его прочитываю всего. Вот, бывает, автор-то прочитал такой, но в целом неплохо, и я, наверное, не хочу его больше читать, причем никогда не читал особо детективы. Фантастику, именно фантастику-фантастику я тоже игнорирую как-то. Я пробовал что-то, но прям не зашло. Когда это какая-то проза, куда что-то вот фантастическое вплетается, ты такой, ну, вроде интересно, прикольно. Например? Тот же Мураками, о котором мы сегодня будем, я так думаю, говорить. Обязательно, обязательно, я знаю, что ты любишь Мураками. Харуки, я так понимаю. Я обоих люблю. И Рю тоже, окей. А кого больше? Харуки. Это книга, которая меня вернула в мир чтения. То есть изначально, я помню, я лет в пять, я не ходил в садик, у меня к себе бабушка, я у бабушки жил тут, в Питере. Или, да, тогда уж Питер был. Или, да, уже был Питер. Вот. И постоянно она там мне какие-то сказки читала. Я раньше рано научился читать. И все, что было с красивыми обложками, я прочитал. Там были анекдоты, тосты, какие-то такие книжки были. Все сказки. А причем вот эти сказки народов мира, там же вообще крепота. Это очень страшно. Ну, да. Картина, кто же нарисовал? Вот эта картина, где Василиса идет с черепом. Ну, там очень много перерисовывали разные художники. Васнецов, наверное. Вот я что-то Васнецова... Я пытаюсь, просто скажу Васнецов. И если скажешь, ну, ты долбоеб, какой Васнецов? Пишите комментарии. Но почему-то, да, мне кажется, что именно он. Вот. С такой вот шутливой литературой был мой путь. Потом была пауза. И потом, в классе в пятом, мама принесла домой Донцову. Это, я думаю, тема, которая на книжном челе всегда обходилась стороной. Я прочитал всю Донцову. Вообще всю. Полностью. И кулинарную книгу. Вообще всю Донцову. Начинать с таких книг, конечно, очень плохо. Все книги абсолютно по одной линии идут. Все книги одинаковые. Но легкость их написания, окей. Все равно какие-то где-то новые слова встречались. И словарный запас, он все равно мало, более-менее там как-то увеличивался. Вот. Ничего оттуда не вынес этих книг. Но читал, читал. И в определенный момент я такой, ну, по-моему, это какая-то хуйня. Вот. Ну, прочитал все вообще. Все. Все, что там было. Вот по состоянию на какой-то какой-нибудь. 2000 был второй год. Прочитал всю Донцову. Пиздец. Охренеть. Мы сегодня обсуждали с тобой с матом или без мата. Но вот сейчас точно уже точка невозврата пройдена. Донцова. Вот. Ну, с другой стороны, наверное, это в тебе сформировало привычку читать. То есть читать. Ну, наверное, это была просто какая-то... Как вот в детстве кто-нибудь играет в Марио. Он вырабатывает перфекционизм прохождения, например. Не знаю, такое у меня почему-то... Целеустремленность. Усидчивость. Да. Донцова. Целеустремленность. Усидчивость. Не, ну просто взять и прочитать. Это ты же там типа десятки книг. Книг-то под полтинник, наверное, было. Там же это Виола Тараканова. Я не помню. Вот сразу предупреждаю. У меня суперплохая память. Я могу прочитать книгу и перечитать ее через три недели. Я вообще не помню, что там было. С кино примерно то же самое. То есть я вот вчера посмотрел... У меня постер 150 лучших фильмов. Было бы смешно, если бы ты сейчас название не помнил. Нет, я помню. Вчера посмотрел. Вчера посмотрел у меня вот этот постер 150 лучших фильмов. И там ты смотришь фильм и стираешь его. Скрэйчпостер. Вот. И кучу фильмов я вообще не помню. Я их смотрел, не смотрел. То есть там Крепкий орешек я недавно посмотрел. Потому что, может, я его смотрел, я его вообще не помню. Чужой у меня не стерт. Вчера посмотрел Укращение строптивого с Челентана. Вот. Как же можно ужасно испортить концовку фильма. Вот. И вот сейчас, если я еще помню более-менее, что там происходило, три дня, и я могу смотреть его заново. Я не помню уже ни хера. То есть у меня все стирается, соответственно, я книгу могу перечитывать каждую, ну, там, спустя месяц. Ну, в этом есть свои плюсы, конечно. Если книга клевая, вот того же Муракамия, как я на него наткнулся, вот я ее... Это одна из немногих книг, которую я с кайфом перечитывал, по-моему, дважды. Вот. Остальное, ну, как-то не хочется перечитывать. Такой, ну, вроде ясно-понятно. Одна из немногих книг, это хроники... Заводная птица, да? Да, это книга. Я крашил девочку в общаге. И был во френд-зоне. Ну, аудитория у тебя молодая, наверное. На самом деле много людей постарше. Ну, мы напишем графикой объяснение. Обхаживал, значит. Особую. Особую одну, да. Благопочтенную. И находился во френд-зоне, и она такая, ну, книжки читаю Муракамия. Я говорю, дай почитать. Ну, а что надо как-то там, ну, как-то. Да. Я взял эту книгу, прочитал пару страниц, и все. И я вот эту книгу, я вот два дня с ней сидел. И книга, она довольно толстенькая, но она просто вот моментально у меня пролетела, и я ее заканчиваю, у меня мурашки прям по телу, и я такой, нихера себе. А там большой перерыв в чтении был. Ну, ты начал рассказывать, что ты читал Донцову. То есть, да, была Донцова, и потом я такой, это какое-то дерьмо, и не читал, в принципе, очень долго. А сейчас я описываю события 2006-го, кажется, года. 2006-го, 2007-го, то есть, я до этого прочитал очень много, но очень сомнительного качества литературы. Такая билетристика, правильно называют ее, когда... Ну, не знаю, ее называют хуевая литература, по-моему. О, вот, и первый мат с твоей стороны, все отлично. Вечеру быть. Вот, и прочитав эту книгу, мне очень понравилось, как образами, то есть, во-первых, довольно простое, как у Донцова, повествование всего очень такое линейное, где-то там двухлинейное, например, как «Страна чудес без тормозов» или «Конец света». У него же книга, где там главы по очереди рассказывают разные истории, и в конце, неважно, это спойлер будет. Вот. Прочитав эту книгу, я такой, ни хера себе, а это интересно. То есть, там между строк какие-то штуки вбрасываются, и ты такой, блядь, интересно. Я взял вторую книгу, третью, в итоге я такой, так, этого автора мы должны дочитать. Я помню, уже устроился поваром в кафе, какую-то там зарплату, помню, забирал последние 4 тысячи рублей, какая-то такая сумма, и ехал на поезде из Мурманска в Питер, и думаю, надо что-нибудь прикупить. Зашел в библиотеку, а там была книга «Подземка». Про отравление Зарином? Да, Зариновый инцидент в Токио, там, для тех, кто не в курсе, 93-й, кажется, год, Аумаси Нарикё, такая очень запрещенная в Японии организация. В России тоже, по-моему. Наверное, вот. И эту книгу, единственная книга, которая мне пиздец, как не зашла у него, я ее читал месяц, наверное. Это просто документальная книга, я ее читал. Одно и то же, там каждый человек рассказывает, как это было, и каждый рассказывает одно и то же. Но эту книгу надо было прочитать, чтобы поставить галочку, что я у него все прочитал. Вот. Вот у меня любовь к Харуке сохранялась где-то до 2011-го, или 12-го, когда у него вышла 1Q83. Ну, из двух томах, которая? Она вышла в двух, и потом появился третий. Я пошел на презентацию в буквоеде, тут на Невском, в Питере была, там был посол Японии какой-то, то есть ночная такая презентация была, купил две книги, прочитал, и все. Не понравилось? А третья, да нет, интересно, там что-то такое есть, но уже не так цепляло. И не так давно сравнительно вышла третья книга, и она у меня дома стоит, я такой, да ну ее нахер, ну что-то не хочется уже. Я уже забыл, что в первых двух было. Я помню там какие-то Little People, Мертвая Коза, какой-то Кокон. Ой, вот так у меня любовь к чтению проснулась именно с Харуки. И потом, когда я узнал, что есть второй Муракамирю, которые они там не братья, просто однофамильцы, я такой, ну попробуем. И, разумеется, это был сборник «Все оттенки голубого» и 69. И это очень, блядь, странно после Харуки было, когда ты читаешь, как чел, объебанный героином, лежит на полу, на нем жирная баба скачет на его члене, и он облизывает ей пот между складок, блюет, негр вставляет ему член в рот. Я такой, вау, что происходит? Это очень странно было после. Все начинается здорово. И я тогда очень был удивлен. Я такой, ну, пожалуй, хватит сырю. Сырю. И все, добивал Харуки. Потом там как-то постепенно в общаге у кого-то возьмешь книгу. Я помню, взял Вербера. Что из него? Ну, тоже все. Понятно. Все я у него и вот эти энциклопедии обе прочитал, энциклопедии теории относительного. Про муравьев, наверное, про атонаптонавтов. Про муравьев. Он заебал меня про муравьев. В каждой, блядь, книге ты берешь книгу, смотришь, пролистываешь. Нет ничего про муравьев. Начинаешь, читай, блядь, каждый абзац нах. Муравьи, муравьи, но он... Как это? Энтомолог. Энтомолог, да, спасибо. Вот. И очень много про муравьев. Муравьев, да, интересно, но я не хочу знать все про муравьев. Я хотел что-то интересное от антонавты. По-моему, она как раз у меня была первая из этого цикла. И я ее прочитал, потом после нее прочитал, потом узнал, что была первая часть дота антонавтов. Или нет, антонавты. Я читал, значит, во имя богов, где люди там сотворяют миры. Я понял, да. Дельфины-антидельфины, елы-палы, и это все у меня вот как-то кусками, но у него запоминается. У него прикольная была книга про то, как создается юмор, как вот анекдот создается, и чувак услышал анекдот, и всю книгу искал, откуда анекдот появился. Ну, она такая книга, очень странная, но забавно, что там рассказывается структура анекдота, то, что там должно быть три акта, три повторения. Не только то, что вначале сетап, потом повторение трех. Русский говорит так, немец говорит так, а француз им говорит. Ну, то есть какие-то три или в первый раз он пошел. Ну, понятно. И в конце, что именно непредсказуемость финала, что ты когда ожидаешь, это смешно не тогда, когда это смешно, когда ты ожидаешь очевидное, а получается неочевидное. Вот он об этом в книге писал. В целом неплохо. Мне зашло, Вербера с кайфом читал, и давно у него ничего не вижу. Что же у него последнее выходило? Лет пять назад что-то у него покупал. Все-таки в бумаге мне больше нравится. Электронно удобно, что перед сном прикольно почитать, но глаза такие, убей меня, заглуши реактор. Короче, Вербер твой тоже писатель. Вербер все-таки? Ну, по-моему, француз же как бы. Ну, может быть, в русском принято Вербер. По-французски точно Вербер. Ну, там же на последний слог. Неважно. Пусть будет для тебя Вербер. Мне казалось, что там даже ударение на книги было нарисовано. Надо проверить. Может быть, это типа этот аксан с их конфлекс, который вот над французскими этими буквами. Короче, Вербер это... Вербер, Вербер. Вербер это цветок, ебаный рот. Короче, есть Вербер, Вербер, есть Мураками. Да, Паланик. Паланик туда же затесался. И потом как-то с товарищем со своим общаясь, с одним я говорю, что бы почитать? Он говорит, Сорокина попробуй. Я говорю, еще. Он говорит, Масодева и Мамлеева. Я почитал, и все. Я уже тогда любил зеленого слоника. А то был Савва КПСС знакомый? Нет, более интересный знакомый. Я почитал, и меня просто... Я такой, вот это книга. Вот книга, когда ты прям такой, ух, что творит? То есть, как читаешь Сорокина, там, мальчик роняет хлеб, и дедушка ему там, мальчик, мы там, в войну этот хлеб, и мальчику стыдно где-то отводит мальчика и насилует. И ты такой, е-е-е-е, бой. И так вот все рассказы, и я такой, господи боже мой. И когда ты вот уже переходишь к какой-то грани, это как с острыми соусами. То есть, ты там пробуешь, ой, ничего себе, а потом приедается уже. Я вот недавно с острым тоже дошел до конца, все, попробовал финальную. Самые там миллионы вот этих вот... Шесть шестьсот. Вот, то есть, дальше это уже экстракт окситоцина, как-то окси... капцина, неважно. И потом уже какой-то кактус, ну, там смерть сразу. Это я не готов, но, в общем, из всего гражданского, в принципе, понятно, все уже не вызывает эмоций. И так же с книгами. Ну, Сорокин это точно у вас очень острый соус. Не самый. Ну... Мамлеев, вот там мух, поострее, поострее. А кто все-таки это поставил? Что, Мирон, что ли? Угу. Понятно. Ну, прикольно. И очень интересно, да. Я договорился со своим товарищем Марком Кузнецовым, что он когда-нибудь организует мне чартерный рейс на Марс. Марк был у нас в подкасте «Терминальное чтиво» про бизнес-авиацию. Обязательно посмотрите, если пропустили. Сейчас Марк создал свою компанию. Она называется «Национальная чартерная компания». Что общего у самого известного в мире цирка, лучшего концертного агентства России и самого крупного open-air? Что общего у Зубастика Роналдо и у группы 30 Seconds to Mars? Их всех возил Марк. Самые крутые пассажиры и корпорации доверяют свои рейсы национальной чартерной компании. Будь то конфиденциальный перелет в закрытую страну или визит первых лиц стран мира. Корпоративный чартер или медицинский рейс. Перевозка артистов или перелеты спортивных команд. Сложнейшие эвакуационные или джет-шеринговые рейсы в разгар пандемии. Эти ребята делают все на высочайшем уровне. Марк — авторитетный эксперт, уважаемый в индустрии, а в его команду вошли лучшие авиационные специалисты. Поэтому я рад прорекламировать его компанию. По промокоду MASTREADER вы получите кэшбэк на свою первую поездку с Марком. Переходите в описание, чтобы узнать больше, и вступайте в закрытый клуб элитных пассажиров национальной чартерной компании. Окей, значит, ты перешел на острых писателей. Сорокин тебе... Что у Сорокина тебе понравилось? Я не помню название книг «Сердца 4» точно помню. Я у него читал книг, не знаю, может, 7, я не помню. Ну что, «Норма», «Метель». «Норма» читал, точно. Я не помню, о чем они. Вот у Паланика меня спроси. Вот у него единственную книгу, я помню, «Бойцовский клуб». О чем уцелевший, я не помню. О чем кишки, вообще не знаю. А у душья. У душья я примерно помню, что в середине было, и концовку. В удушье, да, его камнями? Меня тоже смешало все, если честно. Я давно читал Паланик. Или вот я еще Пелевина с Палаником путаю постоянно. То есть вот это вот про секс-игрушки, кто из них написал, про эту стрекозу в вагине. А кто из них написал СНАФ про порноактрису? СНАФ – это Пелевин, естественно, 2011 года. Это где порнозвезда уходит? Нет, там не порнозвезда, ты перепутал. СНАФ – это про будущее, там где уркаина, там типа война. Подожди, а где порноактриса уходит из порно, и стоит очередь с ней сексуально попрощаться, она хочет там рекорд поставить, чтобы через нее тысяча человек прошло, и там ее сын стоит в очереди. Что-то знакомое. По-моему, Паланик. Ну вот я просто вообще путаю все. Я не могу так. Я забываю все, могу это все перечитывать. То, что же Пелевин у него, ну не так много, у него может тоже книжек, ну 6-8 может прочитал, и тоже не помню ничего. Но ты помнишь хотя бы, что понравилось? Нет. Пелевина не помню. Но в целом тебе понравилось? Да, вроде бы. Но я иначе не стал бы, наверное, следующее читать. Первое было «Чапаев и пустота», если не ошибаюсь. «Дженерейшн Пиа». Ну это прям классика, классика, классика. А вот «Ампир Вэ», например, я не читал. Ну и какие-то пропускаю периодически что-то, и вот сейчас мне Пелевин почему-то не интересен уже. То есть он как автор крутой однозначно. В какое-то время меня увлек этот самый ведущий, как он, Минаев. Я еще не читал «Биг Бедера», и я такой, типа, давайте попробуем такое. Прикольно, свежо. Потом читай «Биг Бедера», такой, ага, понял, понятно. «Биг Бедер», кстати, у меня был в шоу. Прикольный чувак. О, круто. На каком языке общались? На английском. Ну, французский мой недостаточно хороший. Блин, ну по сути у «Биг Бедера», так, я вот у него «Франк» читал, а какая вот вторая по известности? Я только помню «99 Франк». Я помню, что я такой, ну то же самое. То же самое, что у нашего Минаева. Хватит воровать, «Биг Бедер», так ему и передай в следующий раз. Вот. Как-то вот кидает из крайности в крайность, и часто натыкаюсь на очень сомнительную литературу. То есть обычно то, что бестселлер, то есть говна кусок. Ну вот Минаев, например, это не сказать, что как бы пиздатая литература, на самом деле. Ну, во всяком случае, в кругу литературных критиков его не назовут каким-то самобытным оригинальным писателем, создающим новые смыслы. Ну, очень посредственно. То есть в этом ничего нового нет, но адаптация на русский язык этого всего довольно неплохо, пускай будет. Но та же история, мне сама история нравилась. История бизнес-кругов. То есть это как Инстаграм, люди подписываются на каких-то мажоров, чтобы смотреть на новые тачки, яхты, телок, модели. И это все в книгах, вот тут же не все хотят читать Достоевского и грустить. Ну, я знаю, ты не очень любишь Достоевского. Я не понимаю. Я считаю, в школе надо запретить обязательное прочтение каких-то определенных произведений. Достоевского в школе вообще не читать. Почему? Даже преступление, когда рано. Ну, я понимаю, что да, я согласен с тобой, что большинство рано, но то, чтобы запретить, все равно полезно будет хотя бы там. Нет, это вызывает негатив. Мне когда говорят, читай Толстого, войну и мир, я, разумеется, читаю сокращенное изложение, и такое, какое дерьмо, и я в жизни не возьму больше Толстого в руки. Если бы нам говорили, что есть такая книга, рассказали о ней, у нас бы это просто в подкорках отложилось где-то, и мы потом... Большинство бы не прочитало потом. А? Большинство бы не прочитало потом. Ты что, есть же ТикТок, есть на МГЭК, как ты сказал. А кто в школе? Его в школе никто не читал. Ну, так хоть кто-то читает. Да никто ничего не читал. Ну, я читал в школе. Прям в школе, по-настоящему, все три тома. Ну, войну и мир я читал три раза. Но я участвовал в умниках и умницах, мне надо было для участия прочитать. Так бы я, возможно, не прочитал, да. Это неинтересно. В 21 веке школьников... Какой прекрасный дуб. Не, ну, там есть крутые сцены, которые ты можешь оценить там и в 16 лет спокойно. Смотри, у меня претензия к Достоевскому. Я понимаю, что у меня претензия к Достоевскому, это очень стрёмно звучит. Мне не хватает экшена. Я не хочу долгие-долгие описания. Книга-идиот. Я не могу сказать, что мне нравится там описание каких-то моментов, эмоций. Я это гораздо живее много у кого читал. И психологизм там достаточно мощный. Да ну и сама история про эту... Как эту Манду звали? Анастасия Филипповна, господи, такая надушная. Вот эти все... Там все конченые. В этой книге все конченые. И то, что там якобы Мышкин не идиот. Да и он тоже долбоёб. Они все конченые, все занимаются хернёй. Это... Я не готов. Я жду, когда вот... Мне будет интересно такое почитать. Я вот сяду и перечитаю вот всего Достоевского с кайфом, когда мне это будет нравиться. Преступление и наказание. Кайф. Вот это надо читать в возрасте там 17, ну там он с 16, не знаю, с 15 хернского лет. Ну вот его и проходит как раз в старших классах. Замечательно. Крутой в том числе и сюжет. Это такой, знаешь... Сюжет пушка. Ну вот современные всякие там, не знаю, Breaking Bad и так далее. Это же всё оттуда растёт. Да, наверное. Даже не буду спорить. Нет, это крутая книга. Но вот Идиот у меня такое вообще вызовало. Противоречиво очень. Не противоречиво. Мне ничего не понравилось там. А Толстого тоже надо запретить в школе, ты считаешь? Не то, что запретить. Ну, не преподавать. Не настаивать, не заставлять детей это читать. Детей надо... Пускай будет более... Вот в школе, когда говорят, там, первый класс, там, третий класс, почитайте рассказы Носова. Отличные рассказы. Шикарные. Детям интересно. Дети берут книги и читают остальные рассказы Носова. И много таких авторов, кто очень клёво пишет. Ты приходишь, тебе говорят, за каникулы прочитать. Ты такой, за каникулы прочитать, за каникулы вообще ничего не собираюсь делать. Ты приходишь, кое-как там пытаешься, получаешь двойку, и у тебя ещё и негатив к автору вырабатывается. То есть ты такой, вот из-за Толстого я получил двойку. Нет, потому что ты, долбоёб, не стал читать, а ты не стал читать, потому что тебе это неинтересно. Книга должна прийти вовремя. Ну, мне кажется, ещё зависит очень сильно от учителя. Мы, кстати, со многими гостями эту тему обсуждаем. Все там разные мнения высказывают, но если реально пиздатый учитель, который может завлечь, интересно рассказать, то ты и Толстого, и Достоевского полюбишь на самом деле. Я соглашусь. Я не могу сказать положительных слов об учителя. Очень монотонно было всё. И когда пришёл второй учитель на смену, вот у меня до сих пор этот момент помню, когда я говорю, что за Маяковский, зачем вы нам это показываете? Это не стихия, где рифма. А рифма там, она везде, это всё рифма. Конечно. Каждое слово с каждым словом. Мультисилабические рифмы. Это просто магия. И она говорит, ну, это белый стих, там нет рифмы. И всё, я всю жизнь думал, что там нет рифмы. Когда я услышал впервые прочтение аудио там то ли Брославского, то ли Маслакова, я такой, вау, вот он рэп. Вот это круто. Я перечитал всё Маяковского, я просто, я его читаю, или когда слушаю, я прям плачу, у меня мурашит, это такую эмоцию вызывает. И слёзы не от того, что как это круто, а от того, что я, господи, я никогда такого не смогу написать. Никто этого больше не напишет. И то, что человека не признавали при жизни, это вообще, блядь, для меня грустно. Ну, как не признавали? Признавали, он был достаточно успешным. Ну, последствия, которые привели к его смерти, это вывесковая выставка провальная, на которую никто не пришёл. Но, опять же, понятно, что всей Москвой его провожали, но поздновато, по-моему. Поздновато. Это твой любимый, я так понимаю, поэт, да? Пиздец, конечно. Никто никогда не писал ни до, ничего лучше, и после никто ничего не напишет лучше. Почему это рэп для тех, кто не в курсе? Идеальная рифма. Ну, помимо того, что, то есть, понятно, да, у нас есть ребята, которые пишут в рэпе неплохие текста, сильные, ну, на общем фоне сильные. Это можно выделить, там, Мирона, Луперкаля, он же Хорус, он же, нет, два у него такая, почему-то третий хотел ему ещё имя дать. Ну, предыдущие у него и были проекты. Не будем туда лезть. Картрайт интересно очень рифмовал. Крипл делает прикольные зарисовки. Кого-то вечно забываю, блядь, кто-то... Ресторатор? Пирокинезис. Пирокинезис очень интересно пишет. Но у каждого чего-то не хватает. Вот у Мирона слушаешь, динамика разъёб, а рифма очень крутая. Но это всё из лоскутов вот таких. То есть, ты сам там додумаешь, как это связано, и часто ты думаешь, а там не связано ни хера по факту. У Луперкаля тоже как-то вот где-то он подсвяжет, где-то отпустит. Но чтобы кто-то сделал вот целостный, как у Маяковска, вот он начал, блядь, рассказывать про лошадь, и в конце у него про лошадь, и в середине у него лошадь, но это ещё всё ебейше зарифмовано, и ты такой вот это да. В остальных, ну, просто вижу рифму, пихаю. Никто ещё пока на моей памяти не раскрыл какую-то вот чёткую тему по рифме, чтобы не рифма ради рифмы. Из райперов ты имеешься, да? Да. Ну, из поэтов... Ну, из поэтов не особо сильно там много с кем знаком. Многих поэтов считаю прям говном. Например? Блядь. Сейчас, что мне прям не нравится. Ну, современные поэты вообще говнище всё. Всё, кроме Веры Полосковой. Почему? Очень мне не нравится. Это повтор повторов, это видно, откуда маменька воспитывала, что читали. Приходишь на конкурс поэтов, слышишь, этот вот любит Есенина, этот вот любит Маяковского, но вообще его не понял, этот фанат там Мандельштама или Бродского. Причём Бродскадрочеров очень много. Мне нравится Бродский, он клёво пишет, но он зануда, пиздец. Он зануда, но он клёво пишет. Почему зануда? Он очень... Да в стихах даже видно, насколько он закрыт, эти все образы какие-то. И сам он такой очень... Тут в Питере же квартира Бродского есть. Нихуёвенько жил, кстати. Очень даже квартира рекомендую к посещению. Это часа три в очереди стоял, очень интересно. Даже как он читает свои стихи, это так уныло, это так... Ну так, достаточно специфично, да, конечно. Когда так много позади всего, в особенности горе, ты такой, ёлы-палы, Йося, ну что ты делаешь? А когда ты его сам читаешь, ты как-то... Вот он... Вот что он, что Маяковский ужасно же читал свои стихи, многие со мной не согласятся. Это, пожалуйста, автор так видел, но многие люди, которые перечитывали эти стихи, делали это гораздо круче. Но это не характеристика поэта, ну, как бы, да, это дело вкуса, как читал. Ну, как поэт, как по мне, поэт, он же гениальный. Он пишет, гениальный. Бродский крутой. Ну, наверное, Бродский гениальный всё-таки. Маяковский самый гениальный. Ну, остальные молодцы, а есть плохие. Всё-таки вернёмся к современным. Вот ты говоришь, всех видно, откуда ноги растут. Ну, наверное, там влияние, там, сейчас уже нельзя без чего-либо влияния что-то придумать. Но в целом поэзия-то бывает суперразная, экспериментальная, или тебе как раз такая не нравится. Я за эксперименты. Я люблю всякие приколы, но давайте хотя бы основные базисы, что должен быть смысл, должен быть какой-то темп определенный у стихотворения, должна быть рифма. Ну, это типа тебе скажут, что это устаревшее представление о поэзии. В современной поэзии может не быть темпа, и не может не быть рифма. Я им скажу, пожалуйста, это моё мнение, и, ну, бог мне судья. Типа уже даже в начале 20-го века от этого стали отходить. Так и говно было. А Серебряный век тебе не очень нравится, я так понимаю. Я вообще не люблю всё, что было раньше. То есть, если там... Я очень долго хейтил Пушкина. Я не понимал, почему он крутой, и потом понял. Почему Пушкин крутой? Бля, это где-то уже рассказывал, так не хочется повторяться. Есть искусствовед какой-то на Ютубе, я забыл его фамилию, но ничего удивительного. Он как раз очень рассказывал про приёмы... Он, конечно, часто там сам придумывает, что-то за уши притягивает, но он рассказывал, какие приёмы такой акустики, можно сказать, Пушкин использовал, что у него слово, оно звучало как действие. То есть, там, буря, мглою, не укрою. Да, звук. Ну, пускай так, я не шарю в этой штуке. И прочитав кое-что, я такой, да, рифма, не разъёб, но тогда ни у кого не было крутой рифмы. Рифма, как по мне, она вообще с Маяковским появилась. До этого все её просто использовали, чтобы сделать глагольную концовку. Но были прикольные образы, были прикольные метафоры. Это всё постепенно развивалось и развивалось. И вот как раз на Маяковском это достигло пика, и дальше ничего же нового не было. Дальше просто образы какие-то. Ну, ок, тут мы не будем прям спорить о современной поэзии. Да, из современных, я скажу, Вера Полоскова хорошо пишет. Прикольный образ, прикольный слог, хорошая рифма. Плюс сама хорошо читает стихотворение, и я рад, что она признана. Она популярна достаточно уже. Да, то есть я прям еду, по лиговскому плакаты висят, и я такой, вау, круто. То есть я когда с ней познакомился, я ничего у неё не слышал. И я думаю, ох, девочка-поэт в Питере, как это ново, ни разу не встречал, потому что в Питере миллион поэтов, и миллион из них говно, как правило. И пишут всё очень плохо. Если бы они писали хорошо, скорее всего, где-то это можно было бы их выхватить. Я думаю, тут ещё знаешь, в чём дело, что сейчас интернет, и все вот эти графоманы, они получили площадку. Раньше бы их даже никто не издавал. Была какая-то там, ну, планка качества, которая должен был пройти, чтобы тебя опубликовали. А сейчас какая-нибудь Ахастахова, или вот известные вот эти интернет-поэтессы, и поэты тоже, которые просто, ну, говно какое-то пишут, да, и people have it, потому что, может быть, не читали тех же маяковских. Потому что это доступно, это очень доступная история. Говорят, как Донцова, то есть ты прочитал, ты всё понял. То есть она говорит, что там собака насрала, а ты такой, блядь, я не вижу тут других образов. Зато вот они почитают такое, а потом перейдут на что-то посерьёзнее, как Донцовой. Дай бог, дай бог. Так что, может быть, и к лучшему это. Вот, очень всем рекомендую на ютубе, прямо напишите Вера Полозкова концерт, послушайте, очень интересные образы, и сама замечательно читает свои стихи. Кайф. Про Маяковского я знаю, что у тебя татуировки связанные с ним есть. Есть. Там какие-то строки или что? Здесь строки, здесь Маяковский. А зачитай для наших подписчиков, которые не увидят. А это последние строки стихотворения Маяковского, посвящённого Сергею Есенину. В этой жизни умереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней. Хотел сложнее сказать, трудней. Для тебя какой-то ещё дополнительный смысл в этом есть? Помимо того, что это круто просто. Нет, помимо того, что это красиво сказано, и это очень сказано вовремя. Вообще стихотворение – это один из моих любимых стихов у Маяковского. Всегда, когда про него говорю и слово «стих», мне кажется, как будто я обрезаю, блядь, величину эту. Для меня, ну, очень часто думал о том, чтобы выпилиться, иногда почитываю и такой, ну, лёгкий путь. Лёгкий путь слишком. То есть литература тебе буквально помогает жить? Да, написал чувак, который выпилился, да, конечно. О чуваке, который выпилился. Ну, предположительно, как бы не на 100%, конечно. С кем именно? Ну, с Есениным. А, ну, я там не сильно углублялся. С Маяковским, ну, вроде сходится. С Маяковским вроде да. Значит, окей, а как ты к Есенину, кстати, относишься? Ну, норм. Норм. Никаких эмоций. Ну, прикольно, да. А кто ещё из поэтов? Да всё. В твоих фаворитах всё? Ну, я бы только Маяковского и Бродского назвал. Лермонтов нет? Нет. А чего улыбаешься? Да ничего. Ну, Пушкин, ты сказал, что... Пушкин, да, он простоватый. Я не полюбил, я понял, за что его уважать. Ну, его в первую очередь уважают за то, что он создал современный русский язык. Ну, фактически, там, вот это было до этого деление на три штиля, там, он их объединил, начал там... Пускай, я не буду лезть в темы, в которых я... Ну, о которых я даже не хотел бы говорить. Это не очень интересно будет даже. А зарубежных поэтов не читал? Их надо читать в оригинале, потому что переводы того же... Кто этот написал-то? Данте. Говно перевод. Ну, то есть, видимо, не перевести лучше. Потому что человек, переводящий стихи, он должен быть, прежде всего, поэтом. Ну, да, но зачастую-то как раз поэты и переводили. Там, Пастернак переводил Шекспира, условно, там, и так далее. Пастернак. Не любишь Пастернака, да? Нет, ну, это... Если бы Маяковский переводил бы кого-нибудь из крутых классиков зарубежных, это был бы просто разъеб. То есть, если бы он видел, где там, что рифмуется, он был носителем языка и мог это перевести, это было бы круто, но когда ты читаешь глагол на глагол, ты такой, почему мне это должно быть интересно? Нет красоты в этом. Мне кажется, если бы Маяковский переводил... Идея, заложенная на немецком, переведенная на русском, она, ну, невозможно это сделать. Ну, я согласен, я сам... Ну, я стихи прям могу понимать хорошо на английском, на немецком я недостаточно хорошо владею, наверное, чтобы читать там Гёте в оригинале. Ну, на английском, да, конечно, другой опыт, когда ты читаешь в оригинале. Но в целом я могу сказать, что если бы Маяковский переводил там каких-то классиков, он бы... Это был бы Маяковский, это не были бы эти классики. Он слишком пишет в своем стиле. Именно, все верно. Мне бы это нравилось. Ну, тебе да. Ну, когда я читаю там Гёте, там, Фауст домой пришел, Фауст книжечку нашел, и я такой, какая хуйня? Ну, это мне не нравится адаптация. Я уверен, что на языке оригинала это прям круто. На русском языке мне это не нравится. История интересная, подача истории неинтересная. То есть, также перевод книг тех же. Ну, понятно, что, возможно, у нас очень крутые переводчики книг, они делают живее книгу. Обычный, да, пример это там Гарри Поттер и в двух разных переводах, когда люди говорят, что это за говно, мы хотим только это издательство покупать. Так же у авторов тоже, ты бываешь, берешь книгу со странной обложкой, то есть по обложке сразу, кстати, видно, что перевод там будет другой, и там очень спорно все. И как-то с жизнью книги уходит какая-то человек, используют свои привычные речевые обороты, и это скучно. Ну, есть, кстати, вот эта тема, что про некоторые классические советские переводы при всех их там косяках, что, ну, понятно, незнание там, условно, американских каких-то реалий и так далее, но про некоторые переводы, например, Риты Райт-Ковалевой, там, это суперизвестная там советская переводчица, говорят, что вот она вонигу-то перевела лучше там стилевее, чем он даже сам писал. Ну, то есть... Охот на вереву, да. Ну, была школа просто мощная, а сейчас как бы такси переводят, куча ошибок. Ну, блин, мало платят переводчикам. Ты знаешь, сколько они получают за перевод? Нет, расскажи. Там вообще копье просто. То есть бесконечная шутка, там, например, на тысячу страниц перевод, и люди, вот Поляринов у меня был, писатель современный, он там еще, Карпов, второй переводчик, они работали. Я так понимаю, что, ну, больше года над этим Талмудом получили там реально какие-то копейки. Я точно суммы не знаю. Ну, там... Блин, ты такой просто... Ты знаешь, сколько они зарабатывают? Нет. Очень мало. Это... Вот они это, и непонятно, сколько они заработали. Нет. Ну, забота работы, ну, это точно... А это телефон? Можешь позвонить, узнать? Прямо сейчас? Да, конечно. Давай. Узнаем просто... Ну, вдруг там ни хера миллион, и такой, ну... Если это не коммерческая тайна, конечно. Ну, вот узнаем. Просто миллион это много или мало? Говорит, тысяча страниц перевести вроде... Я думаю, меньше, я думаю, меньше существенно. Это точно меньше. С другой стороны, если круто перевести, может, это гораздо дольше там должно стоить. Так, звоним Алексею Поляринову. Номер занят. Номер занят, к сожалению, Алексей. Я спрошу его потом. Занят переводами, видимо, сейчас. Не-не-не, он крутые романы пишет, риф, кстати, рекомендую. Наверное, не любит деньги переводить. Переводить деньги? Окей. Ну, я думаю, что он действительно поэтому переводит чисто там как хобби, как он сам мне говорил. Ну, очень понравилась книга, человеку захотел перевести. Дэвид Фостер Уоллес, «Бесконечная шутка». Рекомендую, кстати, если любишь... Я пытаюсь почитать ту проклятую книгу, о которой мы говорили на прошлом подкасте. Вот она меня увлекла, но дальше это мне так стало скучно, не могу заставить ее читать. Это какую? Это Канеман, вот это «Думай, решай быстро». Она хорошая. Он все правильно говорит. Но это я устаю, у меня не хватает драйва. Я вот, слава богу, думаю, черт, мы будем говорить о книгах, надо хоть что-нибудь почитать. Я думаю, вдруг я успею ее дочитать. И вот за эти два дня я от 20% книги дошел до 50%. Ну, я такой, блядь, еще 900 страниц, ну, этих маленьких айфоновских, но я не могу, не идет, не идет, я засыпаю каждый раз. Я не могу днем читать, потому что я усну. Я люблю перед сном читать. Вот. То есть, как-то и запоминается, и ничего не отвлекает. Опять же, ну, есть такая история, что в спальне лучше не работать, потому что всегда будешь хотеть спать. Там на кухне захочешь есть. А в туалете тоже не рекомендуется. А где тогда? Да непонятно, нужен книжный кабинет какой-то. Ну, вот, дай бог, дострой дом, и там есть уже местечко заложенное. Сделаешь библиотеку, да? А у меня есть, там есть, да, все под это дело. Кайф. Ну, выделено. Вот, и не могу, не могу дочитать. Я хочу взяться после этого за Довлатова. Говорят, что это прям ничего не читал. И когда я спрашивал, там, друзья, с чего начать, мне говорят, все, любую бери, и кайф. Вот, я думаю, что Довлатова придется тоже всего прочитать. Вот, буду пиратить его с флебусты. Почему? Такой я человек. Вот, ну, блин, я покупал уже в этой жизни плохие книги, плюс у меня дома некуда девать книги, там, просто. Доватов неплохая книга. Я уверен, уверен в этом, но куда ее положить? У меня там рядом жена покупает книги, у нее хобби покупать книги. Не читать книги, покупать книги. То есть, да, она читает периодически что-то, я эти книги не понимаю. Там вот эти всякие, там, Ниссы, там, какая-то магия утра. Что? Мотивационная, короче, да, литература? Да, говно вот это вот. Ниссы, это, конечно, гениальный перевод. Я не знаю, как в оригинале называлось, но... Ну, видимо, так же, только без подтекста. Наверное, название так и звучало. Мне кажется, нет. Ну, короче, вот этой литературы много, и много классики, которые там надо прочитать. Ну, не классики, я имею в виду классика, всякие там... Стейнбэк, этот... Ну, это классика, да. Всякие Ваннигуты, вот это вот все. Знаешь, там, типа, серии есть 100 лучших книг, или как там? Вот у меня там это все... У тебя много, то есть еще остается? Да фига. Я не могу позволить себе купить бумажную книгу. Это вот... Я просто фанат игры героев. И там такая тема, что ты ее скачиваешь бесплатно, версию хота, играешь, наслаждаешься, она все бесплатна. Но хочешь сделать людям приятно, отправляешь донат. Так бы с книгой хорошо прочитал. Тебе понравилась книга? Ты отправил. Но, опять же, после второго шантарама я бы выдвинул счет Грише, сказал, хватит, верни деньги мне, потраченное время за это дерьмо. Ужасная книга. Блин, было бы прикольно, и тогда банкротились бы хуевые авторы, а классные, ну, за счет донатов поднимались и были бы успешными. Да нет, ну, с музыкой так не работает же. Ну, с музыкой стриминг. А, кстати, вот какой-то аналог стриминга для книг, если бы был. Да, есть же. Ну, есть всякие приложения, но там нет такой модели монетизации, насколько мне известно, как в музыке, типа, за каждое прослушивание, там, те столько-то копеек, там. Ну, как же, есть за каждое, за каждый электронный экземпляр? Ну, за каждый электронный экземпляр, а так, за каждую страницу, например. Было бы, что если дочитал до конца, значит, хорошая книга получил больше. Ну, пускай, ладно. Бизнес-модель. Ну, тогда бы этот Робертс получил бы за свои 120 страниц копеечку, а мне категорически это не нравится. Надо тогда сделать, как в iTunes, то есть, там, прослушал 30 секунд, копеечка идет. Если меньше, значит, книга говна. Вот я бы этого и почитал, такое, говнище выкинуло. Вот, пускай они не получают мою копеечку. Прикольно. Давай вернемся к классикам. Вот мы начали чуть-чуть пройти. Классики эти. Кого ты все-таки из них читал? Я понимаю, что ты назвал тех, кого не читал, а кого читал и любишь. Из-за российских... Любых. Блядь, для никого, наверное. Ну, чтобы я сказал, что прям это очень круто. Ну, у каждого свои приколы какие-то. Ну, вот Толстой тебе в итоге не понравился? После школы. Вообще, Толстого клевые записки мне нравятся. Вот это вот, когда дневник свой вел, там, типа, сегодня ничего не буду делать. Это Толстой классический. Сегодня вел себя как еблан, там, как обычно. Да, обожаю, там, уйду в лес. Ну, этот сумасшедший Толстой очень мне нравится. Вот, книги неинтересны. Достоевский, соу-соу, там, тот же... Кто этот? Иван Васильевич написал. Мастер и Маргарита. А, Булгаков. Булгаков. Довольно динамично, но простенько. Да я сейчас... Бля, это будет так вот, что сидит... Всех за хуесосил. Да, всех хуесосит. Зачем это? Да нет, ну... Просто ничего такого. Я просто, я люблю разные штуки пробовать. Например, вот это, «Автостопом по галактике». О, офигенно. Вообще не понравилось. Тебе не понравилось? Ужасная, блин. Ужасная книга. Я такой, почему она находится? Это скучно. Я, может быть... Там очень много на языке строится, кстати. Надо в оригинале читать. Причина в том, что я ее прочитал, когда я уже посмотрел кучу фантастических фильмов, и меня просто нечем было удивить. Но тот же там «Дракула Брэма Стокера» – интересно. Там берем какого-нибудь «Бёрджис» – интересно. Вот это круто, это новое было. Я когда читал, я такой, да, клево. Это было чем меня увлечь. Ну, бывает какой-то автор, который такой, вау. А бывает какой-нибудь вот это вот «Три чашки чая» тоже, дерьмо книга. Ну, не сказать, что прям дерьмо-дерьмо, но это так просто. Это какая-то псевдопсихология, псевдорелигиозная книга, которая тебе дарит... Ой, я сказал «Три чашки чая». Нет, «Три чашки чая» куда не шло. Это, по-моему, «Три чашки» ты читал? Нет, вообще не знаю, что это. Я только пять бутылок водки знаю. Хижина. Хижина дерьмо. Вот, извините. «Три чашки чая» – такая книга нормальная, про хорошего человека, про хорошие дела. Хижина, дерьмо собачье. Продано пять миллионов. Я тоже не читал. Типа там 30 изданий отказались публиковать эту книгу, 31-я согласилась, продано там за первый год только пять миллионов. Это эзотерическая какая-то, да, там? Да, говнище, дешевое говнище для тех, кто вообще ни о чем не думает. Для них это будет таким открытием. Бля, когда... Так может, это полезно, чтобы пять миллионов человек начали о чем-то думать? Я не знаю, не читал, может быть. Да, может быть. Я со своего опыта все, что я говорю, я не говорю, что Достоевский хуевый, я говорю, что Достоевский мне не нравится сейчас. Через год я скажу, что Достоевский охуенный. Возможно. Все меняется. Менять свое мнение – это окей. Согласен. Не вижу в этом ничего. Если даже его через день менять, не кардинально, что в плане книги дерьмо, на следующий день книги хорошо, потом они опять дерьмо. Нет, но позиция должна как-то усложняться все равно. Вот. Книги, книги, сейчас что-то я хотел, мысль. Вот, в общем, хижина мне не зашла абсолютно. Так, но ты как-то с классиков перепрыгнул. То есть, в принципе, классик никто не зашел. Прям вообще нет ни одного классика, который бы ты сказал, вот, заебись, это надо читать всем. Ну, Гоголь заебись однозначно. Так, а что у Гоголя? Все у Гоголя круто. Все у Гоголя смешно, все у Гоголя... Гоголь и Булгаков. Ну, вот смотри, вы сейчас... Этот отлично, не знаю, он, наверное, не классик, как его классиком назвать, который... Ох, бога душу, мать, как его... За границу-то уехал, бабочек собирал, как его... А Набоков? Набоков. Конечно, классик. Классика, но он же так, ну, в принципе, не так давно... Ну, он еще из тех, из последних классиков считается, во всяком случае. Он и как раз Бродский, наверное, в последней классике, на моей памяти лично. Блин, Набоков великий. Тебе понравилось? Клево. Да, это круто, это так смело тогда было. То есть, понятно, что это было и как вызов, но в то же время, бля, и крутая книга. Ты про Валиту, да? Ну, да. А что у него еще было? Я у него еще... Очень много. Дар, приглашение на Кайн, защита Лужина. Я очень люблю Набокова. Он хорошо пишет, да, стиль клевый. Согласен. Вот тут хотя бы сошлись Набоков клевый. Хорошо. А смотри, ты сказал про Гоголя. Вот нас смотрят, конечно, у канала «Книжный чел» много аудитории, такие возрастные люди, которые, может быть, даже в легком ахуе отношусь с тобой, такого фривольного отношения к литературе, к тому, что мы сейчас... Ну, сори, я такой же человек, как и тот автор. Я считаю, что это нормально, да, абсолютно. Могу сказать, пошел нахуй. Но нас смотрят наверняка, и у меня есть молодая аудитория, у тебя, конечно, есть молодая аудитория. У меня только богатые взрослые люди. На «Мерседесах» и «БМВ». На «БМВ» и «Мерседес». Поверно. No way. Короче, люди молодые, которые внезапно затесались случайно в число людей, которые смотрят этот выпуск, они такие, что, блядь, Гоголь? У них отношение к Гоголю еще более скептическое, чем у тебя там к Достоевскому и Толстому. Потому что, ну, Гоголь, типа, Тарас Бульба в школе заставляли читать там какие-то там описания, какая-то война. Что-то не особо там интересно большинству школьникам. Ну, я-то лично, если что, очень респектирую Гоголя. Но, тем не менее, мне кажется, что многие люди зададутся вопросом, что ты нашел в Гоголе и зачем его читать в 2021 году? Да можно не читать, я же ни в коем случае не призываю. Ну, твое мнение. Мое мнение, что Гоголь – это памятник украинской литературы, очень важный. Ну, памятник, памятник, пусть стоит. Зачем читать-то его? Ну, стоит. Сама персона Гоголя очень интересна, не менее интересна, чем его книги. И начиная там, условно, от вечеров на хуторе, погружаешься в это, как молец погружается в песни Короля и Шута. Неожиданно. Неожиданно, да. Но в этом есть какие-то... Я лично вижу в этом параллели. Получаешь какую-то сказку с интересным колоритом, интересным слогом, потом переходишь на какие-то более серьезные вещи. Человек, он же написал в футляре. Нет, не он. Как не он? Это Чехов написал. А, Чехов. Чехов заебись, кстати. Шинель. Гоголь. Все, блин. Фух, да. Просто человек в футляре как-то у меня от этого отскачил. Хорошая книга же. Ну, да. Причем такая, ну, достаточно психоделичная, я бы даже сказал. Ну, она... Блин, она как будто и подразъебаться есть чего. Хотя это все... Ну, и сатира отличная там. Просто прикольно, когда книга дарит хорошие эмоции. Я не люблю, когда книга плохую дарит эмоции. В музыке я люблю, когда... А почему, кстати, искусство, оно не обязательно должно дарить хорошие эмоции? Вот опять-таки про музыку, да? Гениальная музыка может тебя в лютую депрессию ввести, но на то это гениальное искусство. Да, да. Я не хочу, чтобы книги меня должны только радовать. Почему? Ну, я на них нихера время трачу. Я читаю, и я не хочу, чтобы мне какой-то умник там в уши ссал и рассказывал мне какие-то вещи, которые мне и так понятны. Я хочу, чтобы новые миры создавались. А если новые миры создавались, оно в тебе вот грустно от этого. Ну, и пускай грустно, это хорошо, чем тупо. Ну, понятно. Когда это очень тупо делается, вот это совсем. Я грущу, выкидываю книгу и вообще не хочу читать после этого. Три причины подписаться на поддержку моих проектов в Патреоне. Патреон – это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц – это членство в закрытом сообществе Маст Ридера. Больше трехсот человек со всего мира. Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг, Лос-Анджелес, Лондон. Самые разные люди. Банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены, даже профессиональные игроки в покер. Стартаперы, студенты, пенсионеры. От 15 до 60 лет. Очень интересные ребята. Все в сообществе. У нас есть свой закрытый чат сообщества, рендом кофе, такой нетворкинговый формат, мастер-майнд группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно. Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту, эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие, искренние разговоры, дип-толки. В гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном челе, часто приходят в фарсайт. Классные подкасты, одни из моих любимых. Всем рекомендую. При поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе. Есть две группы. Оффлайн для москвичей, для всех остальных онлайн группа. Собираемся раз в месяц, выбираем одну книгу и обсуждаем ее. Вот на экране список книг, которые мы уже успели обсудить. В среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос и стабильно девятки и десятки все ставят. Сам тоже кайфую. Всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов. Вот они на экране. Поэтому переходите по ссылке в описании, на Patreon. Поддерживайте мои проекты и получайте классные бонусы. Очень многие, когда я где-то там на каких-то передачах или еще о чем-то говорил о книгах, люди говорят, а с чего начать? И это огромная ответственность порекомендовать первую книгу. Ну, когда человек там, ну, что-то слышал про книги, но так, чтобы сесть и почитать. Потому что, ну, это же ебать какая задача сложная. А у каждого свое, наверное, своя точка входа. То есть, ну, я как-то придерживаюсь среднего. Я, наверное, всем Дэниела Киза вкидываю, потому что... Цветы для Элджерна? Или цветы, или множественные умы Билли Миллигана. Это понятно, это доступно, это круто. Мне очень прям нравится. Мне кажется, это очень универсально. То есть, там, бросишь им какой-нибудь над пропастью воржи, они скажут, и чего? Тебе нравится, кстати, Саленджер? Я у него только эту читал. И да, окей, ее надо просто как-то рано читать, наверное. Ну, вряд ли эта книга кому-то за 30. Ну, конечно, да. Что-то откроет глаза или там. Вот Брэдбери я не понимаю. Я у нее несколько книг читал, и я не понимаю, зачем. Но ты не фанат фантастики, как ты сам сказал. Образ какой-то. Не, ну, тот же... Он же написал «Вино из одуванчиков». Там нет фантастики, насколько я помню. Ну, это нетипичное его произведение. Ну, у многих оно любимое. Как у «Мураками» норвежский лес, который я не переношу, наверное, опять же из-за высоких ожиданий. Все такие «Норвежский лес, норвежский лес, господи, норвежский лес, как глубоко, как глубоко». Я такой, ох, а мы уже прочитали там «Кавку на пляже», мы прочитали там «Хроники», прочитали «Конец света». Я такой, ух, норвежский лес, тоненькая книжка. Ага, баба, ага. Ну, это же его первый, первый его роман, который принес ему известность, насколько мне известно. И, наверное, если бы ты в другом порядке читал, ты бы кайфанул. Я бы не стал читать дальше. Я бы, мне кажется, я, по-моему, первым прочитал «Норвежский лес» и как раз вот заценил, потом пошел дальше. Если бы я начал с пинбола даже, я бы продолжил. Или там, что у него была охота на овец. Все понятно мне там. И норвежский лес. «Мураками» он, в принципе же, фанат Достоевского. Ну да. Вообще, в принципе, русской литературы, я бы сказал. И не только литературы. Он, в принципе, очень русскую культуру любит во всех проявлениях. И у него это во многом в книгах отсылается. Только Чайковскому постоянно, там, Рахманинову где-то. И прикольно, когда он там где-то тут еду готовит, там что-то тут женщину клеит. Какие-то бытовые штуки, когда тебе 20 лет, это очень интересно. Я «Мураками» читал уже давненько. Но с 2000, наверное, 11-го года не хочется. Хочется что-то погрустить, подумать, но подумать, чтобы было несложно. Возвращаясь к твоему тезису, все-таки литература не обязательно должна тебя радовать в плане, там, вызывать веселье. Да, вызывать веселье, конечно, вызывать веселье. Ну, веселье, максимум грусть, она не должна вызывать во мне злость, как вызывают бездарные авторы. Ну, это, наверное, про любое искусство. Нет. Ты слушаешь музыку, а ты включаешь «Каннибал Корпс», и это злость, и на тебя орут. Окей, окей. И ты такой, да, я хочу вот этого сейчас. Или ты включаешь потом классику, умиротворяешься, тебе клево. Потом ты едешь чуть грустновато, и включаешь сплена, и такой, во, прикольно, да, я понимаю, о чем ты говоришь, чувак. Или ты едешь с пьянки домой, и тебе там негры что-то еще кричат. Да прикольно, пускай. Это разные эмоции, я это все могу понять, и в том числе бездарная музыка, она все равно какую-то эмоцию дарит. В музыке любую эмоцию. Но в книге я не хочу тратить свое время на вот это, потому что книга для меня единственная вещь, которую я не могу ни с чем сочетать. Когда я готовлю, я включаю всегда YouTube, и там еще что-то параллельно делаю. А у тебя книги не катят, да? Невозможно, не могу. У меня не отпечатывается ничего. Ну, ты не аудио. Там же мураками мне надо перечитать много раз какую-то строчку, и если я там что-то не понял, я могу очень медленно его читать, потому что мне нравится вчитываться в него. А кого-то ты там понимаешь, что, блядь, что-то задумался, у тебя проскочила страница, ты говоришь, да и хуй с ним, там ничего интересного не было, значит. Вот. Слушай, ну вот ты упоминал, и сегодня в том числе, там многих авторов, которые, ну, условно, вызывают чувство, их произведение вызывают чувство, вряд ли добрый, веселый, там, условный Паланик, или Рю Мураками, или Мамлеев, или Уэлш, которого ты упоминал тоже в другом интервью. Да нет, эти... Где там радость? Я не зашел, кстати, не очень зашел Уэлш, там, да это весело. Ты читаешь про долбоебов, вот у многих из них грусть. Вот, пожалуйста, этот, Гроздья гнева, Стейнберг. Отлично, грустно, дух времени, клево. Тот же Великий Гэтсби, довольно грустноватая книга. Ну, да, да. Вот есть какая-то... Ну, это грусть, там нет агрессии. Вот эти книги, которые ты назвал, ну, весело как же. Тут же за водной апельсин идут, чуваки всех пиздят. Ну, зато апельсин действительно веселый, да. Или, ну, а где нет веселья урюмураками? Есть веселье тоже в чем-то там. Ну, как, по-моему, дети из камеры хранения, где школьники идут с палками, с гвоздями, собаки совокупляются. Они убивают одну собаку, а вторая продолжает участвовать в акте. Вот это почему-то все равно образ, он рисуется очень ярко, и он вызывает эмоцию все равно какую-то. А ты не думаешь, что... Ну, прикольно. У тебя и у многих современных людей, вот тут как с острыми вот этими соусами, то, что у тебя точка входа все-таки в хорошую литературу была с современных авторов, из тех, которые достаточно сильно расширили, так сказать, окно овертона читателя, тебе после этого тяжело читать классиков, потому что ты прочитал условных всяких там паланников, мураками этих двоих и так далее. Да, возможно, конечно, я не спорю с этим. Я говорю, это моя точка зрения. Если вам нравится Достоевский, ну, на здоровье, душните дальше. Я пытался разбавить градус. Нет, Достоевский крутой, закончили. Гоголь крутой, закончили. Чехов, ты сказал, крутой? Чехов, да, интересно. Не так много у него читал. Палату номер 6. Человек-футляре. Чехов, что у него было? Я не помню, нихера. Не знаю, Вишневый сад. Вишневый сад. Нет, не впечатлился? Ну, концовка. Ну, это не та книга, которая радует, конечно. Концовка, последнее предложение, да, хорошее. Так. Ну, давай с тобой поиграем в игру. Погнали. Называется «Лайк Бунин». К Бунину как относишься, кстати? Ничего не помню у него. Тот поэт, который вот для меня что Бунин, что какой-нибудь Твардовский или Зощенко, оно это вот просто ни о чем не говорит. Ну, Бунин все-таки в первую очередь для меня писатель, но для нашей передачи это знаковая фигура, потому что у Бунина была емкая, короткая фраза про каждого из его знаменитых современников. А, это он всех хуесосил. Хуесосил. Ой, какой мудак. Типа тот уебан, тупо, этот графоман, этот там то, сё, пятьдесятых. Причем он их хуесосил, но дружил с ними. Он там про кого-то хуйню напишет. Про кого же он, бля, про Толстого он писал? Нет, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, короче, да, я помню, что он очень много хуесосил, но в то же время с многими из них общался. Ну, был такой человек неоднозначный, но великий однозначно. Да, но вот рубрики «Лайк Бунин», я прошу гостей передачи давать не обязательно критическую, но просто короткую, вот в одном предложении, в нескольких словах характеристику разным писателям. Ну, давай начнем вот с Маяковского. Лучший поэт. Хорошо, Бродский. Зануда, отличные образы, хороший слог, большая, у него большой словарный запас, очень интересный. Гоголь. Озорной сказочник, так бы я сказал, но у него везде все-таки какая-то театральщина есть во всем, фарс. Чехов. Английский юмор, очень тоненький, поданный жирненько, интеллигентно. Хорошо. Пушкин. Пушкин – это Влад Валов русского рэпа. Ну, типа, что уважение есть, но слушать ты его не будешь. Понятно. Окей. А Паланик? Необычно. Паланик – это непредсказуемость, не сорокинская непредсказуемость, а вот я у Паланика вот настолько, чтобы ты понимал, как я люблю дочитывать все. У него есть, как это называется, путеводитель по то ли Нью-Дели, то ли какому-то... Не читал. Короче, путеводитель по какому-то населенному пункту. Скучная хрень, но надо было его взять и прочитать. Я такой, ну, блядь, раз это осталось, надо дочитывать. Паланик крутой, конечно. Паланик – панк. Круто. Опопсевший – панк. Как Федя Букер. Но он неопопсевший. И не панк. Нет, он панк. Ну, ладно, будь по-твоему. Ну, посмотри выпуск с ним, кстати, пиздатый. Да я же ничего про него плохо не говорю, это же Федик. Значит, давай, раз ты сказал про Пелевина и Сорокина, давай вот с них. Пелевин и Сорокин. Кто из них? По очереди. А, Пелевин – это такая загадочная, угрюмая глубина русской души. Как-то так я бы сказал. Очень все печально, часто очень непонятно, и большинство его рассказов ты сам придумываешь, о чем они. Они на самом деле ни о чем, я думаю, очень часто. Ну, постмодерн. Смерть автора. Да пускай, да, я аж не против. Интересно читать. А Сорокин? Сорокин – это гениально. Сорокин, он берет и переворачивает все сразу. То есть идет интересный, очень красиво написанный рассказ, крутыми оборотами читается, прям вообще изумительно, резко переворачивается и все ебутся. Мне нравится. Почему это гениально? Ну, то есть понятно, что я с тобой согласен, я считаю его одним из величайших писателей русских, современных, но многие скажут, что это чернуха. Ну, многие в жопу долбятся, а пускай… В чем проблема? Чувак для меня, я почему его респектую, на моей памяти это первый человек, который так сделал. То есть понятно, что там было 100 дней Содома, и там была чернуха, но там была чернуха от и до, тут вот они собрались, чернуха, 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 чернуха. А здесь все клево, он шифтер, он постоянно меняет историю, держит тебя в динамике, ты после этого к другим авторам, тебе другие авторы становятся скучными, ты понимаешь, что все будет ровно, что резко никто не умрет, резко три мужчины не начнут женщину в мозг трахать или там что-нибудь такое, пробивать неродившегося младенцу череп членом. Это у Млеева. Вот. Прикольно, я люблю такое. Вербер. Или Вербер. Давайте Вербер оставим тогда. Интеллигентно, легкий юморочек, такая жвачка со вкусом научпопа, как так бы я сказал. Я бы, кстати, еще знаешь, кого бы, просто все Сорокина. Не знаю, на твоем подкасте респектовали ли такому писателю, но я скажу, что очень клево пишет Лимонов. Ну, конечно. Очень нравится. Конечно. Я очень жалею, что... Ну, конечно, да. Я очень жалею, что не успел с ним сделать выпуск, писал ему. Очень клево пишет. Для меня откровение было. То есть я, конечно, начинал с Эдички и был не очень готов. Это такое странное. Но все остальное, что я у него читал, у него, по-моему, не все читал. У него очень много. У него много. Вряд ли бы ты всего его прочитал. Ну, блин, круто. Клево пишет. А что ему понравилось, кроме Эдички? Можешь название говорить? Я могу примерно сказать, читал или не читал. Я не очень помню. У него все книги примерно одинаковые. Он пишет о себе. Эдичка, понятно, там у него главный образ, помимо этого негра, это как он щи варит на балконе. Но это в этих книгах. Там Тонг, Галлия Далий ходит в гости. То там как раз его московские хроники. В Москве жил уже или в Питере? В Москве. Ну, он где только не жил. Да, не жил. Да, да, да. Как он там описывает своих малолетних любовниц, как там это ушло, это пришло. В принципе, Визерную тоже, но интересно. Как Ерофеев, в принципе, пишет, я бы сказал даже. А Ерофеев тебе нравится, кстати? Да, одну книгу только читал. В Москве петушки? Ой, две читал, две читал. Москва петушки и про русский мат. Я все думал, что это Сорокин написал, это Ерофеев. А как называется промат? Я не помню. Удадим графикой тут, как обычно. И ссылки на все книги у нас в описании. Апокалипсис, что-то там. Просто недавно с ребятами в Клабхаусе общались, как недавно месяц прошел. Я что-то закинул, и все начали искать Сорокина промат, и никто не нашел. И я пытался вспоминать по каким-то строчкам, я одну помнил, читая несколько слов, и это оказался Ерофеев. Я такой, ах, вот в чем дело. Ну, то есть, я такой, о, петушки понравились, читаем дальше. Я, может, у него несколько книг читал, не знаю, и не помню ничего. Ерофеев, кстати, как тебе? Вот в рубрике «Лайк Бунин» давай. Это совесть. Совесть бессовестного человека, вот. Очень нравится. А Лимонов? Лимонов, наверное, это наши пороки, какие-то прикрытые пороки, вот так вот. То, что ты что-то делаешь, но каждый раз говоришь, это потому что нет. Не потому что я вот мудак, а по другой причине. Очень спорный персонаж. Можно по-разному относиться, но писал великолепно. Кого ты еще котируешь из современных русских писателей? Кроме тех, кого мы обсудили. Мы до этого говорили про Быкова до камер, и я ничего не читал у Быкова, но я обожаю его канал на Ютубе, где обсуждаются произведения. Жизнь замечательных людей, по-моему, шоу его называется. Нет, нет, не так он называется. Ну, есть у него еще прямая речь, вот лекторий, то, что он, где он там... Может быть. Ну, где он со студентами сидит и обсуждает, почему там Родион Романович все-таки хороший человек, или там почему бабка виновата. Очень интересное мнение, круто, как он владеет материалом, и надеюсь, что это все не срежиссированная история, потому что приятно видеть таких студентов, которые понимают, о чем речь. Ну, он, конечно, энциклопедически образованный во всем этом. Очень интересный человек. Хотя интерпретации у него спорные часто. Хотя разные про него говорят, да, я тоже читал про него очень странные истории, но все, не все великие, прекрасные люди. Да, это факт. Давай тогда, и кто еще, у кого-нибудь еще из русских современных прозаиков? Прозаиков этот же писал Тургенев. Достойно. Блин из русских. Что-то есть свое... Блин, я не могу сказать, что это прям лучшее, я не так много русского читаю, но что-то есть в Стогове, в том же Илье, какой-то панк 90-х, 2000-х. А с чего посоветовал бы ты начать его? Я просто не читал. Попробуй вспомнить название. Про Трахтенберга, или это было у него отдельно какой-то... Что-то про рейв. Про рейв. Он там рассказывает про питерские вот эти движухи. Очень интересно. Это как раз времена подъема клуба Грибоедов. Был такой клуб Туннель, где все обгашивались. То есть такой вот рейвовый Питер. Панк-панк Питер такой. Он очень интересно. Неплохо описывает эти моменты. Звучит как книга Экстеди у Уэлша. Не знаю, читал я или нет. Не помню. Что же у него еще вспомнилось? Скины у него книга есть. Вот ее еще читал. Я еще не помню, о чем она. О скинах? Наверное. Вообще ничего не вспоминаю. Ладно. Так. Мы продолжаем нашу рубрику. Два мураками. Про каждого. Короткое описание. Супер образы, супер персонажи, прописанные идеально. Интересная история с действительно интересными заложенными мыслями в диалоге. это харуки. Легко с кровью и еблей это рюмураками. Понятно. Ну, ебля и у харуки присутствует, но в меньшей пропорции, конечно. Она очень аккуратна, очень красивая ебля. Окей. А ты сказал как-то, что носов очень крут. Да. Для взрослых людей тоже? Конечно. А что из него? Незнайка. Ну, вот тоже весь этот цикл его. Незнайка на Луне, там, солнечном городе и так далее. Почему? Потому что это мощная сатира. Очень мощная. И то, что это пропустили в свое время, вообще для меня удивительно. И это актуально. И носов в целом персонаж положительный. Вот, кстати, эти книги, где там что-то Мишка кашу варил, тоже носов же? Не помню. Очень крут. Помню, носов тоже. Серии рассказов. Про телефоны. Короче, блин. Но я с детства не перечитывал вот все такое. Очень красиво пишут, очень динамично. И предложения так строятся, что они очень положительно звучат. Ты даже грустный будешь читать за счет каких-то уменьшительно-ласкательных, с очень детским диалектом. И звучит это прекрасно даже. Любой человек будет его читать, настроение улучшается. Как бы ты охарактеризовал носов? Фантаст-реалист. Вот так. Фантаст-реалист, пускай будет. Человек давно все предсказал. Все. И очень красиво это делал. Порвелл. Ну, это прям классика. Его и ругать не за что, да и особо хвалить, кроме сюжета, не за что. Написано неплохо, но сюжеты класс. Я у него тоже, к сожалению, всего две книги читал. Да, и... Ну, мне они очень нравятся. Две это? 1984 и Скоттный двор? Конечно. Ну, у него там много из сборников эссе и так далее. Но, честно говоря, я вот читал только эти две и там всякие эссе политика английский язык. Такое ощущение, что эти две настолько хороши, что остальные как будто бы не стоит читать. Но у меня есть это все дома. Я покопаюсь, когда вот дойдет время, можем лет через 10 зарубиться, если ты еще не откинешься, да, обсудим с точки зрения... Планирую долго жить. Планирую долго. Ну, я думаю, что раньше мы соберемся, будет повод. Но мы пока еще не расходимся, я еще не про всех спросил. Давай Набоков. Я бы сказал, что человек, который исследует все живое. Вот так вот. Неважно, что это. Мы говорим про насекомых, про маленьких девочек. Но их он убивал. А? Их он убивал. Бабочек? Ну, да. Да и бог с ним. Ну, кстати, он... Ну, это прикольно кокетствует, конечно, что он говорил, что он больше гордится своей там энтомологической коллекцией, чем своими литературными произведениями. Крутой человек, очень интересно писал, объездил кучу штатов. Жил красиво. Да, да. Интересный человек. Мне его жизнь... Ну, хотелось бы попробовать прожить хотя бы какой-то этап этой его жизни и трахнуть девочку. Шучу. Просто, ну, побывать, увидеть то, что он видел. Да. Про девочку шутка. Еще раз. Конечно же, мальчик. Чьей жизнью из писателя еще ты бы хотел пожить? Кто вот прям достойно? Я в Москве проходил по местам алкогольных делириев Есенина и Мяковского. Вот эти вот все бары. Я не скажу, что это за улица. А они там прям сохранились, эти бары? Там наверху такой, да, старенький буфетик, он, ну, более-менее там уже современный, но посидеть там, все равно какая-то лепнина там сохранена, довольно вайп, вайп есть такой. Пожить этой жизнью, посидеть с ними там в ресторане Пушкин, промотать гонорарные бабки, оттуда двинуть просто проституток гулять по бульварам. Замечательно. Вот этого хотелось бы. Майковский, Есенин, кто еще? Да все. Они, ну, это же самые такие у нас азартные алкаши. Ну, ты уже вроде завязал с алкоголем. Бывает бывших алкоголиков. Понятно, понятно. Сегодня завязал, завтра напился и что-то выкинул. Пока удается. Что ты вообще думаешь про будущую литературу? Вот ты сам сказал, что вот там тикток мышление, там сайт, ты отвлекаешься на все это дело, читаешь, там, возможно, меньше. Поколение, которое вот еще помоложе, там, еще меньше читает. Что дальше все загнется? Точно нет. Думающая прослойка, она прекрасна. Люди, которые хотят расширять свой кругозор без наркотиков, все равно существуют. А книга это, ну, как раз такой психосимулятор интересный. Я думаю, что формат книг изменится, если раньше были большие книги, все меньше и меньше, стали вот эти покетбуки, которые можно было в карман кинуть, то, скорее всего, будут, ну, вот, мог бы вкинуть, будет популяризироваться чтение через книги, которые можно прочитать, там, за пять минут. Ну, вот тикток мышление как раз. Ну, то есть, суперкороткие книжки какие-то, и люди будут обсуждать вот эти книги. Типа, я сегодня вот прочитал, там, новую книгу Элджея, пятнадцать лет тишины, там, и все такие, ой, да, отличная книга, там, пять страниц, вот. Все будут говорить, да, классно, будут это обсуждать. Ну, это как-то грустно звучит, честно говоря. Да не грустно, просто однажды Химмигой поспорил и выиграл. Будут короткие книги, это нормально. От коротких книг люди будут переходить к полноценным штукам. Посмотри, что сейчас с музыкой происходит, треки по... Тоже очень много какого-то фрешмана слушал, да, весь альбом, минута, полторы треки, и ты понимаешь, что, ну, либо человеку нечего сказать, либо человеку нужно количество треков. Ну, там же и модель монетизации подразумевает, что если ты короткие делаешь, то ты больше заработаешь. Я считаю, если модель монетизации ты подразумеваешь, значит, ты сразу делаешь хуйню, идешь нахер. Да. Ну, либо жадный художник, с другой стороны, слушай, ну, там, какой-нибудь Пикассо рисовал дохера картин, их продавал, ну, и делать ли это, ну, и просто, чтобы там, нахаслить больше денег, да, делать ли это его хуже? Я слушал эти треки по минуте, это говно кусок. Вот, но если бы эти треки были по пять минут, например, это бы не сделало их лучше. Это не сделало бы их лучше, да, тут вопрос в другом, если ты делаешь говно, но его кушают, ну, маленькими ложками раздавай. Окей, значит, надо читать книги, чтобы расширять сознание. Да не надо читать, не надо никого заставлять читать книги. Не, я про заставлять не говорил, я просто... Ну, надо, это необходимость. Зачем читать? Это развивает словарный запас. Это позволяет в том числе рэп писать, то есть, ты хочешь сделать какую-то интересную рифму, ты берешь слова из какой-то книги, ты берешь оттуда образы, это создает тебе новые миры, погружает тебя куда-то. Для кого-то хватает фильмов, меня в фильмы не цепляют в большинстве своем. Хочется что-то очень глубокое, прикольное. Я не говорю там про Тарковского. Я говорю, что что-то вот, чтобы я смотрел, смотрел, фильм закончился, а я сидел и думал. Вот. К счастью, такие фильмы попадаются. С книгами такое сплошь да около. Очень часто после книги ты такой вау. Давай тогда топ-5 книг, которые вызвали это вау у тебя. Это же по настроению. Я сейчас назову такие книги. Назови любые, которые в голову пришли. Билли Миллиган. Множественные мои. Билли Миллигана, Дэниел Киз. Хроники заводной птицы. Кавка на пляже. А, еще две книги, которые меня прям вот так дам. Бля, я сейчас назову какое-нибудь говно. Сяду в машину, буду ехать домой. Хорошую книгу вспомню. Ну, если что-то еще вспомнишь, Дэбайон. Я мог же подготовиться к этому вопросу. Я, если бы подумал, я бы знал, что ты задашь этот вопрос. Да ладно, мы тут как бы на фристайле. Да давай тремя ограничимся все-таки. Хочу оставить запас. Есть точно отличные книги, которые я не назову. Хорошо. У нас, как всегда, конкурс. Одна из этих книг, которая называется «Хроники заводной птицы. Харуки мураками». Книга, с которой Александр начал свой, так сказать, путь в большую литературу. Мы разыграем два экземпляра этой книги среди подписчиков канала «Книжный чел». На Ютубе первый, значит, экземпляр получит человек, который оставит комментарий про тебя, Саш, из рубрики «Лайк Бунин». Так я отхуесосил таких великих людей, что будет ответственность. Конечно, очень много, ребят, имеете право, если вы тоже не согласны с моим мнением, ну, хуесосите, ладно, но это мое мнение. Вот, но можете и похвалить. Можете сказать, какой клевый Саша, и как он вас приятно удивил. Посмотрим. Мне кажется, больше будет положить на комментарий. Больше будет мат на мате, какой-то быдлан, мураками для педиков, вот такая история. Вот это вообще, блин, меня бесит, то, что мураками считают каким-то там Паула Каэлья аналогом. Вот это такое, конечно. вот эту тему. Хорошо, что мы не затронули. Ну, можем сказать, что... Не надо, комментариев уже достаточно. Я думаю, тут все так понятно. Паула Каэлья. Да. Это да. В общем, оставьте комментарии с хэштегом LikeBoonin. Я читаю все комментарии, выберу автора лучшего. Обязательно укажите свой Инстаграм в комментарии. По-русски писать или... Да как угодно, на самом деле. Я же все комментарии читаю. Пять комментариев. Хоть как угодно можете написать. Вот. Видишь, это уже маленькие книжки. Ну да. В будущем будут издавать. Лучшие комментарии, на самом деле, там бывают такие, В будущем ты не читал книгу Касса? Нет. Я слышал про то, что он издал свою книгу. надо было ее принести. Вот, что надо было разыграть. Она еще, он кетчупом оставил там отпечаток пальца. Прикольно. В подпись. Да, это книга из твитов. Ну, мы можем одну разыграть мураками, а другую книгу Касса ты мне потом передашь. Ну, если ты поешь на ее города, я тебе ее передам. Ну, мы как-нибудь с тобой в семнашке пересечемся. Не думаю. Не ходишь туда? Очень редко. Ну, договоримся. Если что, отправим там почтой, курьером. В общем, да, вторая книга. Первую книгу я уже сказал, какая. Пишите комментарии и обязательно подпишитесь на меня в инстаграме и оставьте свой ник инстаграмный в комментарии, в который вы напишите, чтобы мы могли с вами связаться. Вот. А вторую книжку, книгу Касса. Как называется она? Преодолевая гейнгста щит. Преодолевая гейнгста щит. Со следом пальца Касса. Я думаю, что я у него все-таки вторую книжку выпрошу, учитывая, что у него футболку Касса покупал за 15 тысяч, которая потом вся выцвела. Я, по-моему, единственный долбояб, кто ее купил, остальные ее получили как подарок. Вот. Он, я думаю, поделится тиражом. В общем, Касс, человек легендарный в рэперских кругах, написал книгу, видимо, о преодолении гейнгста щита. Он писал в твиттер, а твиты превратили в книгу, и это местами очень потешно. В общем, ее мы разыграем среди людей, которые сделают репост поста с этим видосом из моего паблика ВКонтакте Мастрид. И подпишется на ресторатора в Инстаграме и скинет нюдси. Обязательно условия. Спасибо, Саш. Тебе спасибо, классно поболтали. Супер. Книжный чел make reading great again, как говорится в нашем слове. Ты все испортил. Простите. Подписывайтесь на ресторатора, подписывайтесь на книжный чел. Здесь говорят о книгах и не только. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова